Мы с вами знакомимся с детскими писателями и поэтами. И сегодня нашим вечерним книжным гостем будет наш с вами земляк Волокжанин Константин Павлов. И я вас познакомлю сегодня вот с такой красивой яркой книжкой «Для чего езжу иголки». Эту книжку наши читатели уже спрашивали неоднократно, и она появилась у нас в библиотеке практически перед самым закрытием на карантин, к сожалению. Поэтому пока еще никто из читателей эту книжку в руки не брал. А нам повезло, и поэтому я вас хочу с ней сегодня познакомить. Но для начала давайте немножко я вам расскажу о том, кто же такой Константин Павлов. Он родился в нашем городе, в Вологде, учился в 11-й школе. И родился он в семье врачей, и все думали, что он тоже пойдет по родительским стопам и будет медиком. В юности, в детстве он увлекался самыми разными предметами, самыми разными вещами. Он любил и фотографию, любил и резьбу по дереву. В общем, как любой ребенок, был любознателен и много-много чем увлекался. А свое первое стихотворение он написал в седьмом классе. И представляете, так получилось, что его первое опубликованное стихотворение, оно вышло в газете, опубликованное, не здесь, не у нас, не на Вологодчине, не на его родине, а в газете Краснодарского края. Там летом он отдыхал у своей бабушки. Стихотворение это было посвящено теме Великой Отечественной войны. И начиналось оно строчкой «Помнишь, браток, в 45-м». И потом отклик на эту публикацию был очень большой. И в газету, и самому Константину приходили письма от фронтовиков, которые многие начинались так, что «Константин, ты, наверное, воевал там же, а вот помнишь». И никому было даже невдомек, что написал это стихотворение 14-летний подросток. Когда же Константин уже, ну, вернулся потом в Вологду, он решил, его привлекла вот эта литературная деятельность, и он решил быть журналистом. И действительно, очень многие годы он работал в Вологодских газетах. Сначала как юный корреспондент, как юнкор, затем уже как официально был принят на работу, он закончил литературный институт в Петербурге на факультете журналистики. И очень долго вот он именно занимался журналистикой в газетах. А стихи не писал, или писал только для себя, но складывал их, как говорится, в стол. Потому что, как сам писал в своих потом интервью, что ему нужно было именно работать. А как бы стихи, ну, отвлекали, мешали, и семью этим было не прокормить. Тем не менее, он считает своим творческим учителем, своим наставником Каратаева. И однажды ему попался сборник со стихами Виктора Каратаева, где на титульном листе рукой поэта было написано «Костя, я в тебя верю». И тогда Павлов говорит, что ему стало стыдно, и он продолжил писать. Но когда у него появились дети, то он очень много за ними наблюдал, очень много следил, как вот они себя ведут в жизни. И он говорит, что нужно присматриваться к детям, потому что они учат видеть мир красивым, ярким, позитивным, светлым. И очень много стихов у него посвящено детям своим и детям вообще. А вот этот вот сборник стихий о животных, для чего ежу иголки, он очень красиво иллюстрирован. Здесь на каждой страничке живут самые разные животные. Очень много здесь стихов и о насекомых, и о зверях, и разных-разных животных. И все они основаны на действительно очень таких наблюдениях, умозаключениях и даже настоящих биологических фактах. Лично мне, например, эти стихи чем-то напомнили произведение Виталия Бианки. В сказке, в такой вот юмористической форме, тем не менее для ребенка дана очень правильная биологическая информация. И чем еще меня удивил этот сборник? Тем, что в конце, кроме содержания, находится вот такой вот алфавитный список всех животных, которые упоминаются в этой книжке. То есть, если нам, например, хочется прочитать стихи о кенгуру, мы можем найти кенгуру в этом списке и узнать, на какой страничке есть стихотворение ей посвященное. Ну что ж, давайте почитаем. Начну я... Моему любимому животному это ушастая африканская лисичка Феник. В пустыне Сахара, поближе к водичке, живут необычные с виду лисички, размерами с кошку, с большими ушами, в песчаный окрас разодетые сами. Питаются всем, что пошлет им пустыня. Врагов у них нет в тех краях и в помине. Проворны, шустры, могут прыгать, как кошка. Лишь люди лисе досаждают немножко. Поэтому днем они прячутся в норы. В пустыне такие отыщешь не скоро. Ушастенький Феник в лесу жить не сможет. Лисичка на лис, ну, совсем не похожа. Еще мне понравилось стихотворение «Все собаки – это лайки». Все собаки – это лайки, потому что много лают, а бывают и куски. Есть собаки-улыбаки, маламуты, алабаи. Это грозные собаки, просто пасть у них такая. Есть собаки-бреконожки, те, что падают с дивана, и которых кормят с ложки, просыпаясь утром рано. Есть и ежики на ножках, и смешливые лисички, шпицы разные немножко, но вообще они сестрички. Мокцы для детей – храпелки или сморщенные хрюшки, беспородные все белки или шарики-дворнюшки. О собаках без утайки наши дети много знают. Все равно собаки – лайки, потому что много лают. Вот такое забавное стихотворение. Давайте посмотрим еще. Шутливое. Откровенно говоря, открываю наугад и читаю с листа. По деревне тут и там все одна картинка. Ходят кошки по пятам за молочной крынкой. Ходят кошки кверху нос за дояркой Машей. У нее дневной разнос по деревне нашей. Жалко кошек, не могу. Подхожу к машутке. Дай-ка, Маша, помогу. Груз для дам, не шутки. Стали разносить вдвоем, отливая кошкам. Что, помощник, отстаем? Потерпи немножко. Кошки рады тут и там, морды как с картинки. Я за Машей по пятам половину крынки. Сыты кошки, сыт народ. И машутке слава. У меня ж наоборот. Каждый день у дома ждет рыжая орава. Так, еще листаем. И открываем стихотворение про муху. Муха ходит вверх ногами, упираясь в потолок. Только честно между нами. Кто б еще ходить так смог? С Копперфильдами не тема. Это просто ловкий трюк. А у мухи есть система. Клейкость цепких лапок рук. Жаль, что к лапкам клейкой мухи Прилипает всякий хлам. Я так этакой грязнухе руку точно не подам. Пусть уж ходит вверх ногами, упираясь в потолок. Только честно между нами. А какой от мухи прок? Так, еще мы прочитаем про крокодиловые слезы. Крокодилы тоже плачут. Выглядит довольно мило. Только ничего не значат эти слезы крокодилов. Плачет хищник над добычей. Думаете, жалость к ней? Есть у них такой обычай – выведение солей. Слезы чувств не задевают, не от сердца стылого. Даже у людей бывают слезы крокодиловые. Так, еще мы прочитаем диалог белки с кем-то. Белка, белка, ты куда? Я туда, где есть еда. Шишки и орехи мне не для потехи. Белка, белка, подожди. Некогда грядут дожди. И умчалась вдали, как ее не звали. Побродили по лесам, а навстречу снова нам белочка-летяга, славная трудяга. Белка, белка, где была? Вот, орешков набрала. Прыгала по веткам, а теперь я к деткам. Белка, белка, дай орех. Нет, орехи не для всех. Я старалась для девчат, моих маленьких, бельчат. Давайте посмотрим. Про Барсика, стихотворение. На самом деле, этот кот, Барсик, видимо, живет у хозяина, потому что у писателя, потому что очень много стихов, посвященных именно вот этому котику-барсику. Барсик каждый день толстеет, набирая вес мечты. На него уже глазеют все соседские коты. Он уже размером с жучку, быстро так, почти за год, стал похож, скорее, на тучку, что развесисто плывет. Отвели к ветеринарам. Те сказали, перекорм. Но ему признаться даром, что насыпан в миску корм. От воздуха полнеют лишь футбольные мячи. Ну, опять к ветеринарам, к врачам скорее. Как нам Барсика лечить? Только жучка все стройнела. Оказалось, дело в том, что наш Барсик нагло, смело ел ее собачий корм. Вот прям про моего кота точно, который съедает и свой корм, и второй нашей кошки. Так. Для чего горбы верблюду? Вы знаете? Сейчас узнаем. Для чего горбы верблюду? Чтобы не таскать посуду, ни бидоны, ни канистры, и хранить водицу чистой. Чтоб в любом конце пустыни воду не искать отныне. Чтобы в день и час любой был запас воды с собой. Ну вот скажите, разве это не правдивая информация? Конечно, так и есть. В своих горбах верблюд запасает жир, который потом превращает, перерабатывает в воду. Я думаю, что читать такую замечательную, красивую, яркую книжку можно очень и очень долго. Действительно, книга яркая, интересная, очень красивая, и очень позитивная, очень хорошая, добрая. После чтения таких стихов, лично у меня настроение стало хорошее, радостное и светло, немножко светло-грустное. Я желаю, чтобы ваш вечер пятницы тоже был радостный, позитивный. Если вы грустили, то только чуть-чуть, и всегда при этом вспоминали добрые летние дни, и верили в то, что все наладится. И мы обязательно встретимся, и эта книжка будет ждать вас в нашей библиотеке. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо, что...